Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Берсик, и сегодня у нас будут очень вкусные домашние слойки с клубничкой. Не буду долго рассказывать, сразу переходим к ингредиентам. Нам понадобится клубника, слоеное тесто, яйцо, крахмал и немножко муки. Для начала мы с вами достанем слоеное тесто из морозилки, если вы вдруг этого еще не сделали. Его нужно достать из упаковки, вот так вот положить на блюдо и оставить размораживаться при комнатной температуре. Слоеное тесто нельзя ни в коем случае размораживать в духовке или в микроволновке, только дома, на столе или на кухне. И пока тесто размораживается, мы с вами помоем, очистим клубнику от плодоножек и нарежем на кусочки. Если у вас клубника крупная, ее можно резать на 3 или 4 пластины, вот такие примерно. Если она маленькая, просто разрезаем на 2 плодинки. Теперь нам с вами нужно раскатать тесто. Мы рабочую поверхность слегка прессываем мукой и прям немножечко в одном направлении раскатываем тесто с помощью скалки. Теперь мы берем ножик. Лучше всего, если у вас есть вот такой вот специальный круглый нож для пиццы, у меня пыльный, надо его протереть. И нарезаем наш пласт теста на 4 части. У нас получится 4 квадратика. Теперь нам нужно из этого сделать слойку. Мы берем вот этот вот квадратик, складываем его в треугольничек. Теперь ножом делаем вот такие вот надрезы, не прорезая до конца. С одной стороны и с другой стороны. Теперь слойку мы аккуратно разворачиваем. Теперь мы слойку вот так вот заворачиваем. В центр насыпаем крахмал. Зачем это делается? Потому что у нас клубника свежая, она очень сочная. И если мы крахмал не насыпем, у нас слоеное тесто просто при выпечке размокнет. А крахмал он немножко впитает в себя сок, загустеет и получится такая сочная, классная, прекрасная слоечка. На крахмал сверху выкладываем ягоды. Пока что беру ее на блюдо, потом переложим на противень и смажем яйцом. Повторяем то же самое со всеми слойчиками. У меня получится, получается из 500 грамм теста 8 штук. Я, конечно, очень люблю выпечку, но вот после нее на кухне творится какая-то бакханалия. Сейчас мы все приберем и я расскажу, что делать дальше. Дальше мы с вами возьмем яйцо, разобьем его в мисочку, взболтаем вилкой и смажем наши слойки. Это делается для того, чтобы, во-первых, они склеились, потому что яйцо в данном случае работает как клей. И для того, чтобы наши слойки получились румяными и красивыми. И финальный этап. Мы с вами берем противень, застилаем его бумагой для выпечки. Она у меня с силиконовым покрытием, то есть ее маслом смазывать полностью не нужно. Выкладываем на нее слойки и слойки смазываем уже нашим вилитым яйцом. Мы смазываем с вами только само тесто. Стараемся вот со всех сторон подлезть. Саму ягодку смазывать смысл нет. Можно, конечно, но зачем. Ставим наши слойки в разогретую до 190 градусов духовку. И готовим примерно 20-25 минут. Вы увидите, когда тесто поднимется, станет румяное и красивое. Друзья, это очень вкусно. Я прошу прощения, что я жую, просто не могу остановиться. Слойки невероятные. Я их посыпала еще сахарной пудрой, чтобы было послаще. И получилось просто муа. Обязательно приготовьте такие слойки. Пишите в комментариях свои отзывы. Подписывайтесь на нас в Телеграм. И обязательно смотрите наши сладкие новости, которые выходят каждое воскресенье. Всем пока!